Здравствуйте! Это новости на Риотовском телевидении в студии Ирина Михайлюк. Прямо сейчас расскажем вам о главных событиях города. Старту дали старт. Инвестор берет это здание, достраивает, соответственно, часть помещений за достройку он получает в собственность. Когда планируют достроить спортивный комплекс на новой? Перемены на южной? Если грубо посчитать, то порядка 100-150 тысяч человек это благоустройство увидят, оценят и будут пользоваться его плодами. За что пенсионеров лишат кредитов? Кто получит скидку за сортировку мусора? И где в Риотове купить новогоднюю елку? Старту дали старт. Спортивный комплекс на территории одноименного стадиона достроит сеть территория фитнеса. О том, в каком состоянии сейчас здание недостроенного фока на новой и когда первые посетители смогут его оценить, расскажет наш корреспондент Дарья Галакова. Недострой на новой уже пять лет смущает риутовчан. У жителей северной стороны на него были большие планы. Кто-то мечтал о бассейне, кто-то о секциях. Но в 2016 году застройщика объявили банкротом. Стройку заморозили. Будет проверена несущая способность конструкций, полностью выверено и допроектировано то, что необходимо будет демонтировать или достроить. Проверка здания на прочность – важный этап. Конструкция за годы простоя могла стать непригодной для дальнейшей эксплуатации. После анализа хрупкие конструкции снесут, на их месте возведут новые. Те же части здания, которые пригодны, просто достроят. Порядка 4-5 тысяч квадратных метров будет возвращено после достройки в муниципалитет. В связи с тем, что таким образом у нас заключено инвестиционное соглашение, что инвестор берет это здание, достраивает. Соответственно, часть помещений за достройку он получает в собственность. Часть, соответственно, передает в муниципалитет. Муниципалитет переходит в большой спортивный зал, который нам необходим для нашей секции гимнастики. Кроме того, в здании разместят парковку на 95 машиномест. Заехать на нее можно будет с улицы Новой и Строителей. Строить новый спортивно-универсальный комплекс должны начать в 2020 году. Здесь будет три бассейна и большое количество спортивных залов для занятий гимнастикой, футболом, баскетболом и волейболом. До 2022 года объект должны достроить. Возведение ФОКО будет проходить совместно с реконструкцией стадиона и действующего спорткомплекса «Старт». Правительство региона выделило на эти цели уже 662 миллиона рублей. Но это уже отдельная тема. Дарья Галакова, Александр Попов, Алексей Золотарев для телевидения Реутова. Продолжим говорить о глобальных переменах в городе. Администрация Реутова ведет активную работу по благоустройству. Сегодня глава муниципалитета на оперативном совещании обсудил с коллегами проект реконструкции юбилейного проспекта и улицы Южной. Здесь планируется добавить зелени и сделать все для того, чтобы прогуливаться до центрального парка стало комфортней. По улице Южной, я вот вам говорил уже статистику, у нас порядка 80 тысяч человек проходит каждый день. То есть от метро к станции и обратно. Понятно, что это не все жители нашего города, но это благоустройство и их тоже коснется. Порядка, ну то есть если грубо посчитать, то порядка 100-150 тысяч человек это благоустройство увидят, оценят и будут пользоваться его плодами. На благоустройство юбилейного проспекта и центрального парка уже выделено около 200 миллионов рублей. Утвержденный проект непременно будет согласован с жителями, все замечания учтут. Еще порядка 100 миллионов рублей выделено на реконструкцию улицы Парковой, где также появятся велодорожки, пешеходные зоны и качественное озеленение. И около 85 миллионов направят на благоустройство сквера за ДК «Мир». Всего в 2020 году планируется запроектировать и создать на территории Реутова три новых сквера. Напомню, если у вас есть предложения по озеленению Реутова, отправляйте их на адрес greensobachkareutov.net. А теперь и коротко о том, что творится в области и не только. Первая тема общероссийская. Минэкономразвитие предлагает ввести запрет на взимание долгов с пенсий и других соцвыплат. Соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены. И вроде хорошая новость – у пенсионеров будут деньги на жизнь. Но нет. Если закон примут, велика вероятность того, что банки, решив себя обезопасить от неблагонадежных заемщиков, сократят количество кредитов, выдаваемых людям преклонного возраста. Сортировать мусор в Подмосковье станет выгодно. Власти региона планируют давать скидку тем, кто разделяет бытовые отходы. В первую очередь это касается ИЖС – индивидуального жилищного строительства, и домов СНТС садовых некоммерческих товариществ. Штрафовать за неразобранный мусор не планируют. Повышать тарифы тоже. Однако за неразделенные отходы региональный оператор сможет выставлять счета по высокому тарифу. А вот отличники по сортировке заплатят за вывоз меньше. Полторы тысячи детей посетят губернаторскую елку. Она пройдет в областном доме правительства. Праздник уже стал традиционным. Его проводят для ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и для тех, кто в этом году добился высоких успехов в учебе, спорте и творчестве. В этом году на губернаторскую елку отправятся 88 мальчишек и девчонок из Реутова. Гостей ждет насыщенная интерактивная программа и сладкие подарки от губернатора Подмосковья. Подготовка к Новому году. Полным ходом в Реутове уже начали свою работу 8 елочных базаров. Площадки расположены как в северной, так и в южной частях города. Ассортимент впечатляет. Есть елки и сосны из Пермского края, Подмосковья и даже из Дании. Стоимость зеленых красавиц начинается от 800 рублей за метр. Приобрести новогоднее дерево можно будет вплоть до 31 декабря. Именно в этот день базары завершат свою работу. Те же, кто мечтает собственноручно срубить елочку, может исполнить свою мечту совершенно законно. В этом году Комитет лесного хозяйства области 20 декабря откроет плантации новогодних деревьев разного возраста, размера и пушистости. Всего в акции примет участие два питомника. Один находится в Дмитровском районе, второй в Раменском. Технология вырубки очень проста. Срубил, оплатил через Сбербанк онлайн, получил документ на елку. Цены в питомниках довольно демократичные. Стоимость елочки до полуметра от 300 рублей, а вот дерево в полтора-два метра можно выбрать за 700 рублей. В Реутове прошла одна из первых новогодних ярмарок в этом году. Ее организаторами и участниками стали бизнес-мамы города. Молодые, успешные и красивые девушки показали посетителям, как не отвлекаясь от бизнеса и детей, можно подготовиться к Новому году. Подробности у нашего корреспондента Елизаветы Черняевой. Смотрите, мы с вами будем делать новогодние прянички. Вы любите рисовать? Да. Честно? Я не слышу. Любите? Да. Подарить ребенку сказку просто. Гораздо сложнее поверить в нее самому. Пока все бегают по магазинам в поисках идеального подарка или ломают голову над тем, как накрыть праздничный стол, бизнес-мамы Реутова на шаг впереди. И яркое тому подтверждение ярмарка, которую они подготовили своими силами. Это Светлана Цыганкова, девушка в декрете. Мама двух малышей в отпуске по уходу за детьми умудряется не только чат воспитывать, но и развиваться. Не так давно занялась лоскутным шитьем. Новое хобби уже приносит доходы. Пейчворк. Пейчворк, куклы. Вот сейчас перешли на подушки. Еще делаем одеяло, покрывало. Ну и вот к Новому году такие небольшие прихвачки, игрушки. От обилия уникальных изделий, которые представлены на ярмарке, разбегаются глаза. Покупатели в восторге, организаторы тоже. Ведь для мамочек ярмарка – это возможность и себя показать, и на других посмотреть. Яркое событие, наверное, для каждой мамы – выбраться куда-то, сделать лишний раз прическу, маникюр, макияж, выйти, пообщаться, поиграть, чтобы детки тоже поиграли. В сообществе бизнес-мам все четко. Девушки во многом помогают друг другу. Пока, например, Светлана одной рукой качает коляску, а другой занимается бизнесом, ее старший ребенок в пределе. С ним занимаются другие мамочки. Они учат лепить печенье, разукрашивать пряники и даже занимаются английским. Мы познаем английский язык через творчество и через игру. Так же, как ребенок только попадает к нам в нашу приятную атмосферу, он сразу же попадает в быт и в среду английского языка. Но все это происходит абсолютно непринужденно, и он понимает это как еще одну сторону своей жизни. Итак, почти идеальная картина мира. Дети заняты и счастливы, мамы творят и зарабатывают. И все это в атмосфере предновогодней сказки. Елизавета Чернеева, Алексей Золотарев, для РТВ. А сейчас хочу напомнить, что вы можете получить от нас к Новому году очень приятный и полезный подарок – умную мультиварку. Для этого необходимо принять участие в конкурсе «Реут оф ест», проходит он в Инстаграм. Правила очень простые – сфотографируйте свой ланч, бранч или вечерний дожор, выложите его в Инстаграм с хэштегом «Реут оф ест», подпишитесь на наш аккаунт и ждите. Победители объявим 25 декабря этого года. Небольшой нюанс – в конкурсе участвуют фотографии, выложенные в Инстаграм с 29 октября по 23 декабря 2019 года. И завершая выпуск, расскажу вам о погоде. 18 декабря в «Реутове» будет пасмурно весь день, утром плюс два, днем до плюс четырех, вечером ожидается потепление еще на один градус, плюс пять, а ночью и вовсе шесть выше нуля. Вот такая странная зима. Из-за аномально теплой погоды в Москве уже зацвели подснежники, распустились одуванчики, а магнолия и вовсе готовятся к цветению. Ботаники волнуются, что из-за плюсовой температуры может распуститься и сакура. На этом у меня все. В студии была Ирина Михайлюк. Смотрите новости «Реутова» и будьте в курсе городских событий.